Друзья, всем привет! Доброе филиппинское утро! Время 7 часов. И мы первым паромом прибыли с острова Сипу на остров Негрос. Вот такой у нас сегодня филиппинский завтрак от Джоли Би. Эту машинку мы покупали Николаю. Но человек ездит на ней и радуется, счастлив на безумие. Привет! Привет, Лена! Шашлык-машник жарить. Ну, а у нас, как всегда, в машине. Цыганский тапа, надо выездить. Ну, что ты все испортила, можно сказать, богат. А что это тут за старый капитан ходит? Не капитан вообще-то, а адмирал. Капитан трех лодок. Держи. Сладкий, как ее губы. Я манго уже купила, иди. Погода хочет насувать на палки в колеса, но мы едем все равно. И какие там хочется. Да, хочется. Японские машины. Не тону. Да, вот мы, друзья, и доехали до места нашего назначения. Бухта Тамбоба-бэй. Что, мы сюда пить, что ли, приехали? Нет. Мы сюда приехали есть мясо. Да. Вкусно? Доброе филиппинское утро. По-негросовски называется. В бухте Тамбоба-бэй. Несомненный плюс это вот эта вот большая веранда, где можно проводить время не маленькой, скажем так, компанией. Ну и мы ведь не зря же отправились на отдых именно сюда. Костя у нас, как всегда, дежурный по камбузу, по рыбе. Да, рыбку подготавливаю, грилю. Шкиришь рыбку. Что за рыбку купили? Не купили. А я поймал. Поймал. Шучу. Купили. Рыбка, как она по-филиппински называется? Да, это вроде туна, а то тамарун. Это маленькая туна. Маленькая туна, а вот эта рыбка тамарун. Маленькая желтенькая тамарун. А вот это туна. А вот это вот маленькая туна, да? Ну ладно. Посмотрим, каково она будет на гриле. Какая будет вкуснее. Да. Да. Думаю, раз свежая она вся должна быть вкусной. Раз свежая, красные жабры. Ага. Свежак. Да, жабры это показатель свежести рыбы. Свежак. Свежак. Утром, наверное, поймали? Да, да, утром поймали. Мы купили она еще живая. Куда идем с пятачком? Большой-большой секрет. Идем снимать каяк морской. Вот секрета нет. Морской. Ой. Ну, вообще-то по морю на каяках не очень удобно ездить. Обычно где-нибудь там в озерах, речках. А по волне-то он не идет же. Заплебнуться можно. Ну, сейчас попробуем. Не бывает плохой лодки, не бывает плохой капитан. Я не забыл. Снимем ее, одену и поплыву. А вот этот мопедик, друзья, мы покупали тоже Николаю. И вот привезли его Николаю. Купили, обкатали. Все в лучшем виде. И привезли целенький. С документами, кстати, уже документы ждали полтора месяца. Вот мы за полтора месяца до прилета Николая его купили. И через полтора месяца только дали нам документы. И вот мы его с документами везем Николаю. Сейчас он прилетел, на него сел и поехал. Его не надо полтора месяца ждать. Здесь нельзя эти полтора месяца кататься. А то полиция поймает, заберет мопед и будет штраф 10 тысяч. Ну, мы же катались. Ну, чуть-чуть. Надо были криминалы. Ну, все, бурман добрался до своего законного хозяина. Сняли с пьедестала. Легкий? Легкий. Я его один могу осилить. Вот нормально все. Ну, садись. В комплекте дали с каяком. Значит, весло идет. Такое, две лопасти, короче, на одной палке. И жилетик. Но безопасность превыше всего на море. Да, вот все, комплект. Ну, самое главное, вы не озвучили стоимость каяка. Стоимость каяка сколько там? 25 800. То есть, это была цена установленная, магазинная. Купили новый в магазине, все без торга. Да, в магазине. С торгом. С торгом? С торгом? Он стоил 26 800 и тысячу нам еще скинули. Но это новый. Новый, кануливый. Да. Да. Все, прям в магазине, все. В магазине, да, без проблем. Мы говорим, вы можете скинуть все? Конечно, можем. На Негросе. Да, правильно я сказал. Короче, получается, с той стороны этого, как заезжаешь в город Думагетти, не со стороны Дауина, не со стороны Дауина, как заезжаешь на Негрос, а с другой стороны, как заезжаешь в город. Сторон порта? Со стороны, да, порта. Вот. Только вот в город заезжаешь, справа сразу там магазин начинается, и там этот магазин был. Этот район называется Сибулан. Вот, это надо было сразу сказать. Порт, рядом с портом Сибулан. Сибулан. Есть еще каяки на двух персон. Вот это на одну персону. Есть на две персоны. И на три персоны. Большие, очень большие. Ну, нам зачем что-то. И коли хватит. Давай, друг, пока. Сибулки подождать его. Сибулки подождать его. Друзья, а этот фрукт не ананас. Мы про него уже рассказывали в прошлых видео. У нас такое дерево растет, Стальфи, оно принялось. У нас было много ростков, вот, но все смыл Тайфун Адетта, и один прижился. Еще возьмем вот такой фрукт, еще посадим. Николай возвращается. Оставили Андрея с Николаем жарить рыбу. А сами решили совершить вечерний променад по Тамбоба-бэй на Бурмане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, друзья, получилось так, что мы сегодня пробуем рыбку на гриле с Костей только на завтрак, с кофейком и печеньками, потому что вчера мы так увлеклись поездкой по окрестностям Тамбоба-бэй, что доехали аж до города и вернулись очень поздно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья. И полночи катались по городу на мотике. Кабаков новых открылась, куча. Ну, конечно, мы туда не попали. Ну, просто не пошли, потому что наша цель была не кабаки, а посмотреть, что изменилось в Думагете. Ну, мы были сыты, так скажем, поэтому не пошли. Много кабаков, много туристов. Короче, Думагете оживает. После коронавируса, да, становится тут веселуха. Друзья, мы даже здесь, на Чужбине, едим Бородинский, наш русский вкусный хлебушек. Нам его Коля привез в самой России. Да, Бородинский наш любимый хлеб. Ничто здесь его нам не заменит. Вот это вот, вот этот вкус счастья. Да, друзья, хлеб мы выпекаем дома, но выпекаем белый, а вот Бородинского здесь нет, потому что здесь попросту нет темной муки. Слаще меда. Белисимо. Ни одно печенье это пластмассовое иностранное не сравнится с нашим хлебом. Бородинский. Можете, конечно, считать даже это рекламой.